Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня роллы, потому что мне очень захотелось роллов. Я решила себе не отказывать и снять мук-панк. Не знаю, когда выйдет это видео. Постараюсь как можно раньше опубликовать для вас. А снимаю я 24 октября без 15.06. Давайте приступим. Конечно, внешний вид этих роллов не особо вау. Из этой доставки я еще не заказывала. Просто мне подруга посоветовала. Она говорит, что здесь очень вкусно, несмотря на их внешний вид. Вот эти называются бонни и те. Они из моих любимых. И они с креветкой. Пить мы с вами будем самую обычную воду. Макаем сою и соус. И первый пошел. Очень вкусно, девочки. Либо я суперголодная, либо роллы действительно очень вкусные. Хотя внешний вид, ну, такое себе. Филадельфия у нас здесь. Тоже не особо богатой рыбкой. Одна девушка мне в комментариях написала, фу, прям роллы положила на фольгу. А я фольгу каждый раз перед мукбанком стараюсь менять. Так что не переживайте. Все чистенько. Давайте возьмем васаби. Надеюсь, что он не очень острый. И давайте вот эти попробуем сырные. Здесь обычный краб. Конечно, они внешне кривые, косые, но очень вкусные. Я всегда стилю новую фольгу, потому что иногда мы, например, снимаем с вами мукбанк с кумбри. Понятное дело, что это все между собой не сочетается. Но вот этот ракурс, он мне настолько нравится, девочки. Здесь прям весь фокус на еде. А когда я рядом с телевизором снимаю, не знаю, мне кажется, что там очень много отвлекающих маневров вокруг. Я никогда на мукбанках не заставляю себя кушать. Например, мне не хочется, чтобы мукбанк получился интересный. Я себя не заставляю ни в коем случае. Это мое правило. Потому что мне самой неприятно смотреть на людей, которые ради контента специально пихают в себя слишком много. Поэтому вот в обычной жизни, сколько я съем, на видео тоже столько же. Какой-то знак странный у меня на камере. Я не проверила, записывается ли звук. Сейчас проверю. Все записывается, все в порядке. Просто это я планировала снять. А то сижу как бомжиха. Хотела вам рассказать историю, которая с нами приключилась, когда мы вчера виделись с парнем. Вообще, с парнем в последнее время, можно сказать, каждый день видимся. И раньше, когда мне двоюродная сестра рассказывала о том, что они видятся каждый день, и она не понимает пары, которые не видятся, там, не знаю, неделями. Мне казалось, что это слишком много. То есть, зачем прям каждый день видиться? А сейчас мы очень классно проводим время. Прям каждый вечер после работы. Идем вместе ужинать. В кино, в домино и так далее. Просто мой парень считает, что... Я тоже в последнее время так считаю, что самое лучшее времяпровождение это вместе. Посмотрите, какой ролл. То есть, одни маленькие, а другие вот такие большие. Их разрезали не очень аккуратно. Васаби острые. Вот вчера мы были в Маке, и мы шли до машины. И я заметила, что маленькая девочка где-то, наверное, во втором, в третьем классе меня узнала, так улыбнулась, посмотрела на меня. Но я, естественно, прошла, и рядом с ней стоял ее брат. Но видно было внешне, что это ее брат старший. И мы, получается, сели в машину. Проходит где-то минуточек пять, и в окно машины стучится ее брат. Я не понимаю, что происходит. И он такая говорит, можно вас на минутку? Я выхожу из машины, и он мне такой говорит, это моя сестра, и она ваша подписчица. Я, правда, вас знать не знаю. Можно она с вами сфоткается? И, естественно, я сфоткалась. Видно было, что девочка стесняется. Он так прикольный, что у нее есть старший брат, который может уже в таком возрасте за нее решить какой-то вопрос. У меня тут возник один вопрос к моим зрителям, у которых нет братьев, сестер, которые единственные дети в семье. Было ли вам когда-то обидно или скучно от того, что у вас никого нет? Или вы просто воспринимали двоюродных просто как родных? Потому что мой брат впрягался за меня. И в школьные времена... Я никогда не была какой-то крутой чувихой в классе. А такие были. И они, понятное дело, иногда на меня наезжали. Вот брат всегда меня защищал. И я вот просто эту картину увидела. Это меня так тронуло. Я вспомнила свое детство, как мой брат за меня заступался. И мне парень сразу такой говорит. Вот ты всегда говоришь, один ребенок это достаточно. Как круто! Когда у тебя есть брат. Мне они так понравились, такие вежливые. Я верю в то, что, скорее всего, ее братик даже не знает, кто я, что я. Но это было так мило. Возможно, я это рассказываю не особо мило. Но в этой ситуации... Он просто повел себя, как маленький такой мужик. И такой воспитанный, на вы. На азербайджанском говорил. Но прям предложения у него такие, знаете, грамотные. Постучался такой. Я очень извиняюсь. Можно вас на минуточку? Это моя сестра. И она ваша подписчица. Я, честно, знать не знаю, кто вы. Но она очень хочет с вами сфоткаться. Можно одна минуточка вашего времени? Я такая прям растаяла. Как же круто. У нас уже вошло в привычку, что каждый вечер мы видимся обязательно. Но я уже, знаете, нажралась. Я навряд ли смогу поужинать. Я просто попью чаек, наверное. Видео немножко поздно получилось заснять. Я переводила для вас влог. Сейчас столько времени уходит. Вот абсолютно искренне вам могу сказать, что намного проще сесть и снять новый мукбанг, чем перевести влог. Или вы скажете, нахрена ты это делаешь? Нам тоже особо эти влоги не интересны. Просто, мне кажется, на канале, если только мукбанги, это скучно. Это лично мое мнение. К примеру, я что-то рассказываю, правильно? Во влоге я просто показываю то, о чем я рассказывала на мукбанге. И как бы пазл собираются. Возможно, я ошибаюсь, потому что просмотров действительно очень мало. Но опять же, это мое мнение. Мы когда только познакомились с парнем, мы в основном виделись только в компании. То есть у меня подруга есть, и эта подруга... У меня есть подруга, которая нас познакомила. Точнее, познакомил ее муж. Мы когда виделись, это обязательно была встреча вчетвером или в шестером. А сейчас уже нет. Но вообще в компании тоже надо видеться, потому что интересно, как твой молодой человек будет себя вести в той или иной ситуации. Конфликтный он или нет. Как с друзьями он общается. Как он ведет себя при друзьях. В общем, первые наши где-то десять свиданий, наверное, были минимум в четвером. А сейчас уже мы спокойно можем и вдвоем. Даже реже видимся с друзьями. Уже больше вдвоем. Какие-то его претензии для меня раньше казались просто дикими. То, что он требует. Мои какие-то моменты то же самое. А вот со временем мы просто приходим к тому, что мы реально идеально подходим друг к другу. Вот чем дальше, тем больше приходит осознание того, что я именно визуализировала себе такого человека. Он достаточно конфликтный человек, если честно. В нашей паре в основном его что-то не устраивает. Он начинает предъявлять за это. Но чем дальше мы идем, тем больше мы понимаем, что мы нашли друг друга. Кстати, пишите в комментариях, вообще интересно вам эта тема. В каких моментах мы не сходимся, в каких моментах мы сходимся. Может быть стоит об этом поговорить. У него, например, есть ревность к моему времяпровождению. Он, например, считает, что чем с подругами провести... Он, например, считает, чем с подругами провести так много времени, лучше его провести вместе. Чем больше времени можно провести вместе, лучше это время провести. То есть по отдельности отдыхать вообще не надо. Тебе надо куда-то сходить, я тебя отвезу. Хочешь поужинать, давай сходим вместе. И я привыкаю к такому типу общения, и для меня теперь не доходит, как можно в неделю один раз видеться, к примеру. Я поела, думала, что все съем, потому что была действительно голодная. Но, как вы видите, кое-что осталось. Всех люблю, целую. Пока.